Приветствую всех зрителей! В телеграм-канале, на который я уверен, что вы подписаны, ну а если все-таки не подписаны, вы сейчас видите на своих экранах QR-код, можете отсканировать на свой смартфон, или можете перейти по ссылке в описании и также подписаться на телеграм-канал. Я показывал и спрашивал, может кто-то встречался с шипами Andro Hexer Pips Force. В чем особенность данных шипов? С виду это обычный короткий шип, шип на не толстой губке, губка у нас здесь 1,7. И суть этого шипа заключается в следующем, что под одним углом, показано, что под нулевым углом вы клеите, у вас она рассчитана в большей степени на контроль, если под углом 90 градусов, она больше рассчитана на скорость. Производитель заявляет следующее, что насечка под одним углом дает больше контроль, насечка под другим углом она дает больше на скорость. Визуально посмотрев, и сейчас мы с вами посмотрев на эти шипы, слишком большой разницы, что насечка размещена на шипах под какими-то разными углами, здесь нет. Лично я не заметил. Ну а вы можете написать в комментариях, заметили ли вы на этом видео разницу расположения насечки на шипах. Также я в телеграм-канале сообщил, что, к сожалению, из-за того, что я не владею шипами, из-за того, что я слишком много их не перебираю, поэтому мне особо сравнить нечего, и поэтому я как такового акцента на обзор на шипы не делаю, ни на короткие шипы, ни на длинные шипы, ни на антиспины. Но в связи с тем, что возникла большая потребность, и многие заинтересовались, чтобы я сделал обзор, снял свое мнение по поводу этих шипов, мы все-таки решили сделать. В этом обзоре мне будут помогать среднестатистические любители из моего ближайшего окружения теннисистов, которые непосредственно играют короткими шипами. Да, они играют другими короткими шипами, не менее популярными. Это у нас ДХС 874, а второй человек играет шипом ИСАКО ПО. Толщина губки, если мне не изменяет память, у того, кто ДХС играет, по-моему, там максимальная толщина, а у того, кто играет ИСАКО ПО, по-моему, тоже максимальная губка. Поэтому основываясь уже на этих накладках, и люди постараются рассказать свое мнение, в чем разница их шипов от этих шипов, первый момент, и второй момент, также я постараюсь, что свои 5 копеек вставлю во время обсуждения разницы двух этих шипов. Заряды не меньше, потому что ваша церковь цепляет, и какой церковь может подбивать, потому что он ползит. ПО, 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 ПО Продолжение следует... 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 с любителями кто травмировал плечо в этом случае как можно продолжить тренироваться с травмированным плечом вывод как вот спасаетесь вот еще смахали довольно таки активно я использую тейп и сейчас правда у меня их нету потому что я использовал их в основном когда три тренировки в неделю у меня было две тренировки с ильей 1 тренировка игровая значит я наклеивал заклеивал плечо тейпом и принципе держала все хорошо 2-3 часа плечо играет дальше уже начинает просто уставать естественно массаже естественно я закачивал все это дело эспандером с различными упражнениями которых в интернете довольно много в принципе играть можно ну 22 месяца у меня был перерыв после острой фазы там таблеточки все такое все как нужно все как положено а после этого уже потихоньку стал тренироваться ну по чуть-чуть ну и вынужденно из-за этого с гладкой перешел на короткий шип на длинный ну не моя это идея по темпераменту я не смогу играть длинным шипом скорее всего совсем вот поэтому я стараюсь все-таки играть первым номером больше в атаке вот поэтому выпал выбор пал на короткий шип сейчас просто это две ракетки мои обе с короткими шипами немножко разные вот этот шип я выбирал андро hexer пипс ну в каком-то смысле немножко ориентируясь на какое-то новшество поскольку эта накладка может наклеиться под разным углом вот вы наверное видели что вот эта часть на квадрате есть еще и с другой стороны это вы видели в telegram канале на который вы подписались уже да вот то есть соответственно можно ее варьировать ну мы если вы решили таким образом что паскал поскольку толщина губки здесь гораздо меньше чем вот эта максималка соответственно мы здесь будем больше на скорость ориентироваться то есть наклеили в 0 градусов в какой-то в какой-то в общем какой-то но если мы посмотрели внешне там разница практически никакой нет даже под микроскопом есть как горизонтальная насечка так и вертикальность ну где-то больше где-то меньше всяком случае мне она понравилась больше чем исака рак сыро вот мне конкретно как игроку который играет этими ракетками ну вот в трех спасибо Снова тоже, а затем не расстроена. И так начнем с его детьми. А сейчас еще. Да. 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 Глава самому прощает. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вы сейчас посмотрели, как Алексей играл двумя этими ракетками Скажу так, что на постоянной основе у него короткий шип Это DHS 874 Шип короткий на толстой губке По ощущению, напомню, что у нас красный шип К сожалению, на другое основание Но тем не менее, просто, чтобы для общего понимания В чем разница двух этих шипов Шип у нас Andro Hexer Pips Напомню, что здесь была у нас технология С одним углом вы клеите это на скорость С другим углом это на контроль Но, как мы определили в телеграм-канале На который вы уверены, что подписаны Либо не подписаны, а ссылочку видели в описании И подписались Определили, что это, скорее всего, просто маркетинговый ход Алексей, вы сейчас попробовали Расскажите, в чем основная разница была двух этих шипов Но про свой позже Новый, который Andro Контроля больше, намного Намного больше, но и сложности меньше Скорость чуть выше Но, еще раз повторюсь Соответственно, он идет очень предсказуемо То есть, мне было намного проще Принимать эти удары Даже самое простое, что сразу бросилось в глаза То есть, когда отвечал, соответственно, шипом слева Он взлетал ниже, чем со своего То есть, с моей он летит более непредсказуемо Либо уходит в сетку с твоей стороны Либо завышается, и удар справа возможен Здесь все предсказуемо Ты отвечаешь мне ниже намного Как бы им обрабатывать легче его Но, опять же, ты возвращаешь опять легкий мяч Соответственно, делаем вывод, что визуально и на ощупь Шип у нас, который Andro Он у нас здесь немного эластичнее За счет чего создавать вращение И управлять, как и сказал Алексей Управлять этим шипом было проще Шип, который ДХС Он здесь, на самом деле, даже на ощупь Он чувствуется намного тверже Соответственно, сам зацеп мяча На шипе ДХС 874 Он ниже И, соответственно, все удары, которые Алексей делает И я подтверждю его слова Что отбивать, которые удары он наносил мне своим шипом 874 Эти удары, мяч летел более плоский А вы прекрасно понимаете Когда летит мяч на вас Быстрый, плоский Его обработать очень сложно И здесь два варианта Либо вы его закидываете в сетку Либо вам приходится его чуть-чуть подбивать Верно? Совершенно Поэтому его задача на тренировках Слева ткнул Развернуться И уже по удобному мячу Наносить атаку справа То этот шип больше предназначен Именно для того, чтобы Раскидывать соперника По каким-то позициям Где-то подтянуть Где-то угнать В ту сторону То есть этот шип не создан По нашим, опять же, ощущениям Для того, чтобы создать Какие-то проблемы Своему сопернику Ошибки у соперника 100% от этого шипа не будет От этого регулярно Ты не понимаешь, какое вращение вылетает От Андро вылетает Всегда предсказуемо Всегда То есть, несмотря на то, что это короткий шип ДХС 874 Тем не менее Все равно Очень неприятный мяч летит От этого шипа Благодарю